Я бы сегодня хотел поговорить немного О теме актуальной А когда тема актуальная Вы знаете, я всегда начинаю Издалека и постепенно Подхожу к самой сути Это я делаю для того, чтобы Собрать с мыслями моего зрителя Среди которых Немало представителей Других национальностей Чтобы они знали, что происходит Да и самим армянам нужно Внимательно послушать и задержаться У экрана Послушать до конца Вначале вам покажется, что Тема нудная, но это не так В России немало старинных городов Начну с этого Среди них Великий Новгород, Ростов Великий Муром, Смоленск Псков, Брянск, Владимир Ярославль Конечно же, Москва Стольный град Первое упоминание, о котором было В Ипатьевской летописи 1147 года И, судя по самим Русским летописям Армяно-русские связи Начались еще со времен Византии Это и княгиня Анна Византийская Армянка из Македонской династии Что принесла Крещение на Русь Это ее брат Василий Болгоробойца Гроза южных славян Это император Иоанн Цемисхий Армянин Чьи походы на Русь Остались в летописи Русских А русский живописец Клавдий Лебедев Запечатлел В 1916 году На полотне Встречу русского князя Святослава Игоревича И византийского императора Иоанна Цемисхия Вы проверяйте Проверяйте Их национальную составляющую В особенности А то всего этого Не преподают Студентам Ак-ду Азербайджан Картошка Сатан Дуевлять Университеты Или Валыш Вериш Академия Всего этого Там вам не дадут Я могу Множество Привести Примеров Армяно-русских Связях Корни коих Исходят Из глубин Веков Но сегодня Речь о Москве Я хочу остановиться Именно на Москве Одна из старейших Улиц Москвы Название которого Исходит из 18 века Армянский переулок Находится вполне В шаговой доступности От Красной площади 18 век Это те годы Когда не только Россия не знала Об азербайджанцах Но и сами Азербайджанцы Не знали Что они Азербайджанцы Так как они Только-только Начали оседать В области Шерван И Азербайджан Что в Иране В лучшем случае Для ряда российских И европейских Путешественников Были известны В качестве Персианских Татар Так вот В это время Армянский переулок Уже был в Москве А население Активно Принимало Участие В обороне Москвы Против Наполеона И его войск Это можно прочесть Любых нейтральных От армян Источников Российских Так как Известный Факт И с этим Не поспоришь Строение Армянского Переулка Сохранилось Во времена Страшного Пожара 1812 Года Во многом Благодаря Слаженным Действиям Формирующейся В армянской Диаспоре Так В книге О Федоре Тютчеве Судьба Поэта Была Неразрывно Связана С армянским Переулком И его Обитателями Литературный Критик Вадим Кожанов Сылаясь на Материалы Для истории Лазаревского Института Пишет о том Что некоторые Пребывающие В Москве Армяне Имели возможность Предстать Перед Окупантами В качестве Иноземцев Оберегающих Своё Особенное Достояние Цитируя Усердие И бдительность Некоторых Пребывающих В Москве Тогда Ещё Армян И ещё Соседей По-видимому В тютчевских Людях Оставшихся В доме Отвратили Бедствие Пожара И тем Единственно Спасена была Эта часть Древней Столицы На этом же Армянском Переулке Располагался Как вы Знаете Лазаревский Институт Восточных Языков Которая Открыта Была Семьей Армянских Переселенцев Из Персии Лазарянов Сейчас В здании Находится Посольство Республики Армения И представительство Республики Арцах Ещё Ранее В середине 16 века В Москве Был построен Покровский Собор По приказу Ивана Грозного В память О взятии Казани В победе Над Казанским Ханством При взятии Казани Немалую Помощь Оказали Царю Местные Армяне Отказавшись Стрелять В русских А также Личный Армянский Полк Пушкарей Государей Штурмовавших Цитадель Золотой Орды В память Об этом Событии Назван Один из Куполов Храма Василия Блаженного Имени Григория Армянского Просветителя Это сердце Москвы В сердце Москвы Сразу три Армянские Старинные Темы Переулок Институт И купол Стоит Стоит Институт Стоит Стоит Объявили Азербайджанцы Армянам Старинные 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 запрещающие распространение подобной литературы. Но представители Азербайджана с их базарным менталитетом это не останавливает. В Москве Азербайджан выставляет антиармянскую литературу. Это происходит с 2017 года и по этот год 21-й включительно. Мне сообщили, что представители Армбука ранее сообщали в Роскомнадзор и книги эти снимали со стендов. Но это безобразие продолжается из года в год. Я, конечно, понимаю, что в отличие от Армении, которая богата своими писателями, поэтами, Азербайджану больше нечего представить читателям. Разве что Персидского не заами. Разве что им только похвастать. Но, ребята, это происходит в России, в Москве, на ваших глазах. Где наши юристы? Где наши правоведы? Где наши мужики, в конце концов? Почему вы допускаете это? Почему вы не решите вопрос раз и навсегда, прибыв туда на место? Сами. Можно вместе с правоохранительными органами. И почему заранее не подготовитесь к этому? Это из года в год происходит. И вы априори знаете, что это будет снова. Почему вы этого не делаете? Почему этим занимается Армбук в лице хрупкой девушки? А где посольство наше? Армянский посол, молодой, крепкий парень, не может стукнуть кулаком перед этим старпером с фамилией утопленника Бульбуль. Вы серьезно? Каждый раз, когда я встречаюсь с представителями нашей диаспоры в разных уголках планеты, мы говорим о многом. Но только в России у меня всегда спрашивают, где самая организованная наша община? Наверняка не в России, да? Так зачем вы спрашиваете, если сами хорошо знаете о себе? На кого вы надеетесь, если сами не охочи? Почему это безобразие происходит в Москве и Санкт-Петербурге в основном? Где юристы? Где наши просто крепкие ребята? Почему вы одну девушку или одного парня отправляете к азербайджанскому посольству с плакатом? Почему сами нигде при этом не прячетесь, чтобы проконтролировать ситуацию? Вы потомки Леонозова, Лазаревых, Вахтангова, Делянова, Лорисмеликова, других армянских, московских и питерских князей, промышленников, ученых, деятелей искусства. Неужели вы, потомки, сами превращаетесь в цусок? Призывая в особенности московских и питерских армян к сплоченности, дабы предотвратить подобные провокации. А правоохранительным органам провести расследование. Не дайте переписать историю наших предков в граде стольном. Вам не простят этого ваши же дети и внуки. Вы там занимаетесь спортом, учитесь в престижных вузах. Скажите, нахрена мне, среднестатистическому армянину, ваш спорт и сила или ваш интеллект, если частичку своего ума и силы вы не отдаете своему народу? Вот нахрена оно мне, как среднестатистическому армянину? Я думаю, такой же вопрос может задать любой другой армянин. Где вы все прячетесь? Почему вы постоянно у меня спрашиваете, где самая сильная армянская община, а о себе-то знаете, что слабая? А слабая из-за чего? Потому что вы сами слабые. Подумайте над этими словами. Увидимся.